друзья приветствую очередная посылка из москвы так наконец закусировалась камера значит посылки образцы масла look oil genesis armartec gc 530 c 3 масло это german cars для немецких автомобилей вот описание масло из land rover discovery sport l550 с двухлитровым дизелем на чипе 210 сил вместо 150 стоковых ну и вот высокая средняя скорость 10000 на масле и две баночки свежая отработка сейчас создам эталон данного масла и потом проверю отработку так закладываю пару капель масла вот такая спектрограмма у данного масла видно есть небольшой такой эстеровый бугорок примерно примерно я бы оценил его там два с половиной тиры три процента эстеров далее выбираю это масло джесси так посмотрите что намерил прибор 131 по противоизносным присадкам что-то многовато честно говоря для c3 как по мне гликоль подправлю и посмотрите что намерил прибор по щелочному кислотному значит щелочной 7 7 сам производитель заявляет 7 и 2 а кислотная 204 204 но учитывая эстеры я думаю что все-таки здесь чуть под завышена хотя по сути должно быть занижено щелочное но она и так выше заявленного поэтому я его трогать не буду оставлю 7,7 подправлю чуть-чуть кислотная 1,9 вот так более-менее правдоподобно будет ну и все можно проверять отработку так как я уже говорил это range rover sport объем масляной системы 6,5 литров пробег 60 с половиной тысяч автомобиля пробег на масле 10000 при средней скорости 46 километров в час 217 моточасов средний расход 6,7 кстати топлива газпром не да смотрите 127 по противоизносным присадкам владелец написал что до использует периодические всякие присадки в топлива повышающие цитановое число противоизносные поэтому скорее всего это вот показатель и здесь масло полностью рабочие хотя обратите внимание на сажу сажи много более одного процента это половина от порога предупреждения и вот из-за противоизносной присадки завышены значит 483 кислотная я думаю что попадание в топливо дает такое завышение вот пробег небольшой но такое завышение скорее всего здесь ну из-за того что много сажей скорее всего здесь на мой взгляд подкручен чип забогачена наверное смесь вот ну и добавленные присадки повлияли так масло живое я думаю что если не добавлять присадки там противоизносные то она прослужит и подольше ну и второй фактор конечно это смесь так и посмотрите здесь есть небольшое загущение но скорее всего это от сажи такое загущение может быть здесь уже достаточно высокий уровень сажи более одного процента и она уже влияет на вязкость масло да не забывайте значит отметить видео подписаться кто не подписался нажимать колокольчик так не пропустите новые видео сейчас покажу вам прогноз ресурса в данных условиях данном автомобиле ну значит по километражу это получается один с половиной тысяч километров 250 по моточасам по нитрованию видите нет проблем по вязкости тоже в общем то бесконечность стремится к бесконечности на весь срок службы шутка но видно да основная проблема посмотрите на три единицы выросла кислотная но однозначная вот могу уверенно сказать что это от присадки противоизносные они так влияют на кислотное число вот это сократило срок службы масла хотя с другой стороны непонятно как она кислотное число которое изменилось вследствие добавления противоизносной присадки будет взаимодействовать со щелочным вот ну и здесь что чип скорее всего не знаю может я ошибаюсь но мне кажется все таки здесь под забогачена смесь раз такие показатели машина свежая совсем 60 тысяч километров вот для дизеля это вообще ничего средняя скорость высокая вот я думаю что не знаю может имеет смысл подправить там карты какие-то топливные вот ну или условия эксплуатации возможно что владелец там прицеп возит там не на какие-то тяжелые условия тоже может повлиять на сажу от этого есть небольшое загущение в общем то хотя с другой стороны свои десять тысяч десять одиннадцатом масло отработало честно вот можно в принципе и так оставить на эти интервалы я думаю что в принципе ничего такого криминального дополнительная защита топливный хотя в любом качественном дизеле отечественном все эти присадки есть да не знаю может вы видели видео про дизеля где ректор или кто декан из института губкина утверждает что лучшие в мире солярка производится в россии вот потому что у нас обогащает ее грубо говоря газом водородом вот поэтому качество очень высокая так что не факт что имеет смысл добавлять всякие противоизносные присадки особенно противоизносные и даже цитаносодержащие в уже готовый продукт менять ему баланс ну вот такой получился тест как по мне так масло чуть-чуть сам владелец наверное ограничил ресурс ну я думаю что в обычных условиях там 300 и более часов она спокойно отработает вот так что вот такой тест благодарю зрителя за образцы за поддержку канала к сожалению так и не понял как его зовут то ли алексей то ли александр вот поэтому не озвучиваю все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока